книга открытым оком тема ереси секты вопрос 431 кришнаиты говорят что христианство им близко а библия подтверждает это отвечает игнат технич лапкин библия многократно подтверждает что бог един и имя ему егова то есть сущий исайя 45 глава 5 стих я господь нет иного нет бога кроме меня и припоясал тебя хотя ты знал меня исайя 42 глава 8 стих я господь это мое имя не дам славы моей иному хвалы моей стуканом исайя 48 глава 11 стих ради себя ради себя самого делаю это ибо какое было бы нарекание на имя моё славу моей не дам иному дух святой через апостола павла всех идолов крышны буду называть нечистой силы демонами второзаконие 32 глава 17 стих проносили жертвы бесам а не богу богам которых они не знали новым которые пришли от соседей и от которых не помышляли отцы ваши 1 коринфянам 10 глава 20 стих язычники приносят жертвы и приносят бесам а не богу но я не хочу чтобы вы были в общении с бесами сегодняшние коммунисты в православии много говорят о веротерпимости терпимости об уважении веры других и разных это антихристианское слова христианство абсолютно нетерпимо ни к каким верам и объявляет их все заблудшими и неспасительными хотя бы они считали себя православными как рерихи но они вне церкви диане 4 глава 12 стих ибо нет другого имени под небом данного человека который надлежал бы нам спастись 1 и она 1 глава 17 стих если же ходим во свете подобно как он во свете то имеем общение друг с другом и кровь иисуса христа сына его очищает нас от всякого греха когда христианство только зарождалось в римском пантеоне уже насчитывал свыше 500 божеств собранных со всего мира веротерпимость римлян была поразительна это видно из книги маковейской когда с евреями римляне заключали договор будущее столкновение лютые гонения христиане саправа спровоцировали сами христианам предлагалось поставить статую христа свободную 501 нишу нишу и быть в числе прочих экуменистов быть столь же вероцерпимыми но в лице своих апостолов они провозгласили во все услышание что все эти божества идолы бесы конечно интересно предположить как бы пошло развитие церкви христианской если бы во главе ее были иерархи московской патриархии вернее всего не было бы церкви не было бы мучеников первых христиане стоя на арене перед зверями поднимали вверх один перст и оставляли предсмертное завещание христос царствует кристос регна в них летели камни и проклятия ваш плотник распят но хор мучеников повторял он жив христос царствует